Лучшие учителя региона получили заслуженные награды и премии президента России губернатора Ненецкого округа. В преддверии профессионального праздника Дня учителя на сцене Дома культуры прошел торжественный вечер. Там чествовали шесть педагогов из социально-гуманитарного колледжа и школ Наринмара и Красного. О заслуженных учителях Любовь Пермякова. Директорно преподает у нас с пятого класса. Я оценю в ней то, что она в какой-то мере и строгая, и в какой-то мере может потянуть с руки к тебе. Эльвира Петровна очень хорошая учитель. Эльвира Карипанова – та, о которой ребята могут рассказывать часами, строгая, но справедливая. Именно так характеризуют ее ученики. Ну и, наверное, требовать тоже от них. То есть, когда от них требуешь дисциплину каких-то, пытаешься, чтобы они учили и занимались, то, наверное, тогда будет какой-то результат. Я, наверное, с детства хотела стать учителем. И у меня в школе были замечательные учителя. И я хотела быть похожим, наверное, на них. И мне хотелось быть, ну, вот учить именно детей, общаться с детьми. То есть, мне казалось, это романтичная такая профессия. Эта романтика длится уже 15 лет. Именно столько Эльвира Петровна работает учителем информатики. В этом году она стала абсолютным победителем и лауреатом премии президента Российской Федерации. Учителем информатики средней школы номер 5 города Новеймара. Таких, как Эльвира Карипанова, лучших представителей педагогического сообщества, на торжественном вечере в Арктике поздравил глава региона Игорь Кошин. В округе живут и работают потрясающие люди. Меня всегда удивляло, как представители вашей профессии могут одновременно иметь такой огромный эмоциональный задор, знания, такой профессиональный драйв, и в то же время обладать огромнейшей выдержкой. Игорь Кошин отметил, что показателем эффективной работы педагогов является успехи их учеников. Наши ученики на региональных, федеральных, да и международных различных мероприятиях занимают одни из самых высоких мест. Спасибо Управлению образования, которое имело и городское управление образованием, и окружное. Всегда находило средства, чтобы наших детей отправить на всякие конкурсы российского уровня. И поэтому мы здесь сейчас. Наши дети достойно представляли наши школы, а мы все им помогали в этом. Светлану Дуркину, педагога школы номер один, за большой вклад в развитие науки и образования, многолетнюю плодотворную деятельность, указом президента наградили почетным званием заслуженный учитель Российской Федерации. А ее коллеги пять педагогов стали лауреатами ежегодной премии губернатора Ненецкого округа в 2015 году. Среди них учитель истории Красновской школы Людмила Тилкова. С детства мечтала стать учителем, учить детей, давать образование. Мне вообще нравится творческая деятельность, воспитывать в них чувство патриотизма, любовь к родине. Поэтому выбрала и пошла учителем истории. По словам Людмилы Тилковой, воспитывать, творить и любить – это основные принципы любого педагога. И с ней соглашаются не только окружные, но и российские коллеги. Кстати, лучшие из них встретятся 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. Там состоится церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Для участия в торжественном мероприятии от Ненецкого автономного округа делегированы 4 педагога.